5 октября 2024 год ну что ждем рамштайна 12 октября будет рамштайн посмотрим что нам выдадут еще наши заокеанские друзья европейские друзья глобально конечно ждем выборов 5 ноября соединенных штатах америки думаю никаких крымских мостов никаких там бомбардировок московье крупномасштабные до этого момента не будет ну а глобально глобально ждем пока будет падать цена на нефть к сожалению ничто так не обескровит российскую федерацию как падение цены на нефть падение цены на нефть до канала советский союз падение цены на нефть до канала российской федерации нам это еще и выгодно тем что скорее всего падение цены на нефть состоится лишь тогда когда китай начнет проседать экономически он сейчас уже начинает проседать экономически а у меня очень большие подозрения что сейчас россиянам не наступают на горло полностью американцы именно из-за того что не хотят дабы ослабления россии усиливала китай но если китай будет сам обрушиваться сам себя будет уже довольно очень с россия помогать будет россия америке не будет помогать так что ребят ждем не слушайте никаких вот этих что в россии только 22 процента доходы от нефтегазовые доходы это три по дня это там прямые налоги может добыча но по факту там все эти акцизы все эти там 67 процентов липсиц молчан андрей молчан то есть до 70 процентов доходов это они воюют за счет этого к сожалению да приходится просто ждать но в принципе пока держимся пока оружие нам выдают пока ждем как у нас получится с рамштайном как у нас получится с этим самым с выборами в соединенных штатах любом случае даже если трамп придет во что я не верю не думаю что будешь вот это трамп сам аваритов обрушиваем до 40 долларов россия с этим воевать не сможет он прав в этом смысле как не большим презрением я отношусь к этому трампу тем не менее в этом смысле он прав а у россии не все так весело да если у них офз сейчас 16 7 по моему рекорды достигла то есть они даже у них не минимальный государственный долг они не могут занять денег потому что слишком дорого никто деду никто не будет не хочет занимать денег даже по такие проценты российской федерации потому что все понимают что есть уроки рдык ну правда так уж видите государственный долг маленький как бы занимай себе денег сколько хочешь но никто не хочет давать даже по такие огромные проценты 16 7 ключевая ставка 19 ребятки подняли подняли россияне до 19 в этом году украина снизила я думал 13 5 оказывается уже снизили учетную ставку ключевую ставку в украине как центробанк это это как центробанк под какой процент коммерческим банком своей тесно это важный показать в украине на которую напала российская федерация 13 в российской федерации 19 и будет 21 20 я услышал в общем в общем не все там так сладко блин бюджет у них там они там увеличивают военный на следующий год но при той инфляции которая сейчас есть там 22 с чем-то процентов чем не переживаемся буду украина